Ким Чен Ын продолжает испытывать терпение. Сегодня утром из окрестностей Пхеньяна произведен пуск очередной баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Америка уже пригрозила военными действиями. КНДР нарушила все резолюции Совбеза и теперь должно произойти нечто серьезное, заявила постпред США при ООН Ники Хейли. О взрывоопасной ситуации подробнее Дмитрия Анопченко. Заявление Белого дома бескомпромиссно жесткое. Дескать, Северная Корея продемонстрировала презрение ко всем членам ООН и минимальным стандартам поведения в международном сообществе. Штаты заявляют открыто. Теперь уже считают возможными любые варианты урегулирования ситуации по ракетной программе КНДР. Любые означает в том числе и военные. С осуждением выступили крупнейшие страны Европы. Устами Федерики Магерини вполне однозначно высказался Евросоюз, заявив об угрозе международному миру и безопасности. На американском телевидении сегодня много оценок и много мнений. И самое распространенное, мол, это принуждение к переговорам. КНДР откровенно шантажирует, прекрасно понимая, что цена военного удара по их территории для мира будет огромной. И поэтому это демонстрация силы, демонстрация того, что система ПРО не способна перехватить одиночный запуск ракеты, всего лишь попытка давить на Вашингтон, всего лишь попытка выторговать у американской администрации свои условия. Северокорейские чиновники уже заявили, мол, их страна имеет право на самозащиту, если будет атакована. Но как еще ответить штатам, если исключить военный сценарий? Трамп сегодня 40 минут обсуждал это по телефону с премьер-министром Японии. Американский президент пока не видит другого решения, кроме как еще больше закрутить гайки, усилить санкции. Поздно вечером это предложение рассмотрится вбез, но два его постоянных члена удивили. Россия неожиданно пошла на уступки по Северной Корее, а вот Китай заупрямился. Его представитель сегодня заявил, мол, в новых санкциях нет необходимости, нужен диалог. И Вашингтон сегодня перед очень сложным выбором. Ведь уступить значит показать, что шантаж сработал. И дать возможность пьяну торговаться и шантажировать снова и снова. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.